Германия 20 века, несмотря на все отрицательные стороны своего существования, дала миру великих военных деятелей. Их боялись, ненавидели и ими же восхищались. Одним словом, никто не оставался равнодушным к талантливым немецким полководцам. Одним из прославленных немецких военачальников был Эрвин Роммель, легендарный лис пустыни. Вы на канале Factor News, и в этом выпуске я расскажу, что случилось с немецким фельдмаршалом Эрвином Роммелем. Роммель родился 15 ноября 1891 года в Южной Германии, в Хайденхайм-Андер-Бренц. Он был третьим из пяти детей в семье. Его отец работал учителем в школе, а мать была из семьи президента земли Вюртемберг. Роммель с детства отличался буйным нравом. Он постоянно ставил перед собой трудные цели и достигал успеха. В детстве он мечтал стать авиационным инженером, однако отец возразил ему, в воздухе опоры нет, и поставил его перед выбором между профессией учителя и военным. Последний вариант показался Роммелю наиболее интересным. Вскоре он окончил военную школу и начал карьеру на службе Германии. В 18 лет Роммель присоединился к местному 124-му Вюртембергскому пехотному полку в качестве прапорщика, а в 1910 году поступил в офицерскую кадетскую школу в Данциге. Он окончил ее в ноябре 1911 года и был назначен лейтенантом в январе 1912 года. Роммель стремился показать свои навыки в настоящем бою, и случай вскоре представился – началась Первая мировая война. Во время войны он служил в альпийском батальоне на горной границе с Италией и Румынией. В ходе боев у горы Каппаретто Роммель захватил важные стратегические позиции, вынудив при этом сдаться превосходящие силы итальянцев и захватив большое количество трофейного оружия. За этот смелый поступок Роммель получил высшую военную награду Германии – Орден за заслуги. Также чуть позднее он был ранен, получил в 1914 году Железный крест 2-го класса, а в 1915 – 1-го класса, а также несколько других орденов. За доблесть и отвагу, а также невероятную храбрость, он получил чин капитана и множественные награды. Роммель командовал разными пехотными частями в послевоенный период. Он опубликовал курс лекций по тактике «Военная атака» в 1937 году. В этом же году Эрвин Роммель стал начальником личной охраны Адольфа Гитлера. Затем он работал некоторое время в военной академии в качестве коменданта, но затем вновь вернулся в личную охрану Гитлера в качестве бригадного генерала. 1939 год ознаменовал нападение на Польшу. После того, как Германия захватила Польшу, Роммель попросил у Гитлера разрешение на командование дивизий, которая готовилась к нападению на Францию. В итоге Роммеля назначили командиром 7-й танковой дивизии. Во время захвата Франции он применил новую тактику Блицкрига и вновь показал свое мастерство. Роммель продвигался очень быстро, рискуя быть замеченным, но компенсировал это огромной огневой мощью и внезапностью. Военачальник пытался не наступать широким фронтом, но танки сосредотачивал для прорыва обороны противника. В форме танкиста Роммель лично участвовал в боях, наступая в первых рядах. Он делал это, чтобы знать боевую обстановку, немедленно принимать решения и поддерживать боевой дух своих солдат. К концу войны по Франции дивизию Роммеля стали называть «призрачной». Противник никогда не знал, где в следующий раз встретят дивизию Эрвина Роммеля. До 1941 года Роммель находился в основном на европейской территории, но затем Гитлер отсылает его в Северную Африку. У него была задача не дать британцам разгромить итальянскую армию и отогнать их в Египет. Первые части немецкой армии под командованием Роммеля прибыли в столицу Ливии – Триполи в феврале 1941 года. Проблема состояла в том, что силы были неравны. Роммель ожидал подкрепления, которое задерживалось. Чтобы англичане не подумали о своем превосходстве, Эрвин приказал установить макеты танков, чтобы создать впечатление о наличии техники у немцев. Его политика отличалась агрессивностью, хитростью, молниеносными атаками. За это он и получил прозвище «Лис пустыни». 21 марта он разбил английское войско под командованием генерала Арчибальда Вавеля, близ Эль-Агейла и двинулся на Табрук, защищавший путь вглубь страны к Нилу. Лишь к концу 1941-го британским войскам удалось вернуться в Бенгази. В январе 1942 года Ромелю было присвоено звание генерала армии. 27 мая, возобновив наступление, он нанес неожиданный удар англичанам, заставив противника отступить к границам Египта. 21 июня его войсками был захвачен Табрук, ключевой пункт британской обороны. А более 30 тысяч его защитников за мужество и упорство прозванных «Табрукские крысы» попали в плен. На следующий день Гитлер присвоил Ромелю звание генерал-фельдмаршала. В конце июня 1942 года войска Ромеля находились уже возле Эль-Аламейна, в 100 километрах от Александрии и дельты Нила. Для союзнических войск это был один из самых драматических моментов за всё время войны. Очень некстати для немцев серьёзно заболел Эрвин Ромель, который был вынужден вылететь в Германию, чтобы пройти курс лечения. Союзные войска Великобритании и США воспользовались этим и начали наступление. Недолечившись, Ромель вернулся, но опоздал. Сражение при Эль-Аламейне было проиграно немцами. Ромель предпринял попытку выслать армию из Туниса и Марокко, однако Гитлер отказал в этой просьбе и лишил Эрвина звания командующего армией. Эрвин возвращается в Европу и начинает заниматься обороной Нормандии. Однако среди командиров не было единства, стратегия защиты северных берегов была плохо организована, поэтому высадка в 1944 году прошла успешно. Дважды, 17 и 29 июня, Ромель и Карл Рундштетт встречались с Гитлером, пытаясь убедить его прекратить войну, пока еще сохраняются значительные силы немецкой армии. Но фюрер ответил на их предложение лишь яростной бранью. После высадки союзников в Нормандии Ромель был тяжело ранен 17 июля, когда его автомобиль был обстрелян британским самолетом. Его отправили домой в Ульм на лечение. К этому времени Ромель был уже полностью разочарован в далеком от реальности военном руководстве Гитлера и постепенно начал открывать глаза на зверства нацистов. 20 июля 1944 года было совершено неудавшееся покушение на Гитлера. Заговор был раскрыт, и один из заговорщиков назвал имя Ромеля, хотя непосредственного участия в заговоре Ромель не принимал. Но среди заговорщиков было немало тех, кто считал, что авторитетный Ромель должен войти в новое немецкое правительство, а возможно и возглавить его. Гитлер, учитывая выдающиеся заслуги генерал-фельдмаршала, решил оказать своему любимцу особую честь. 14 октября 1944 года домой к фельдмаршалу были отправлены два офицера, которые высказали Ромелю волю фюрера. Он либо предстанет перед судом, либо должен покончить с собой. Суд означал смертный приговор, а последующие репрессии пали бы и на членов семьи воинначальника. Фактически фельдмаршала, так и не оправившегося после ранения, заставили принять яд. 14 октября 1944 года Эрвин Ромель покончил с собой, приняв цианистый калий. Его похоронили со всеми почестями. Так приказал лично Адольф Гитлер. Вот так бессмысленно закончился путь легендарного Лиса-пустыни, при упоминании имени которого многие солдаты вздрагивали. Могила Ромеля находится в Харлингене, недалеко от Ульма. На протяжении десятилетий после войны, в годовщину его смерти, ветераны африканской компании, в том числе бывшие противники, собирались там, чтобы почтить память легендарного воинначальника. А вы считаете Эрвина Ромеля одним из величайших полководцев Второй мировой? Или придерживаетесь другой позиции? Делитесь своим мнением в комментариях.